Экологическим вопросам в нынешнем году уделяется особое внимание, ведь 2017 год – год экологии в России. Компания «Газпром Добыча Краснодар» всегда показывала свою заинтересованность в решении проблем экологии и сбережения природы. Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением, ведь в руках молодежи будущее. Славянский район – один из самых богатых в Краснодарском крае по запасам природного газа. Вот уже более полувека его добывает общество с ограниченной ответственностью «Газпром Добыча Краснодар». Одной из главных задач газодобытчиков является сохранение уникальной природы приазовских плавней. Для ее решения сотрудники компании проводят мероприятия, направленные на поддержание благоприятной экологической обстановки окружающей среды. Одно из перспективных мероприятий в работе с юношеством – проведение экологической олимпиады. В 48-й школе станицы Черноярковской собрались учащиеся из четырех городских и трех сельских школ Славянского района для участия в викторине «Экоэрудит». Эти ребята увлекаются естественными науками и проявляют интерес к экологии. Эта викторина позволит выявить учащихся сильными знаниями в области экологии. Будет неким таким плацдармом для дальнейшего выбора, может быть, профессии в области экологии. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы наше подрастающее поколение в будущем смогло жить в гармонии с природой. О молодом пополнении, активном, неравнодушном, экологически грамотном и думают в компании «Газпромдобыча Краснодар». Мы хотим, чтобы наши преемники сохранили те качества, которые мы стараемся заложить в наших сотрудников. Только мы считаем воспитанием такого поколения. И вот такими методами мы можем получить тот кадровый резерв, который впоследствии заменит нас. Олимпиаду «Экоэрудит» проводил неправительственный экологический фонд имени Вернадского совместно с компанией «Газпромдобыча Краснодар». Для ребят это возможность попробовать свои силы в Олимпиаде, посмотреть, что они знают, посмотреть, чего они не знают, получить призыв за свои знания. Школьники старались правильно ответить на все 42 вопроса компьютерного тестирования. А это было совсем нелегко. Требовалось проявить и знания по нескольким дисциплинам, и эрудицию, и скорость мышления. После подведения итогов почетными дипломами были награждены все участники, а призеры отмечены еще и ценными подарками. Василий Хильченко уверенно победил в Олимпиаде, подтвердив истину, что дома и стены помогают. Я очень рад тому, что победил. Безусловно, это, конечно же, заслуга учителей, которые готовили нас. Нам хватило школьных программ для того, чтобы пройти здесь. Впереди у специалистов компании «Газпромдобыча Краснодар» продолжение работы с подрастающим поколением и проведение запланированных экологических акций. Андрей Вишневский, Константин Монастыренко, программа «События».